продолжим то чем мы занимались прошлый раз а в прошлый раз мы с вами построили эффективный лагранжан который описывает переходы с изменением странности на единичку он у нас состоял из шести операторов до соответствующий эффективный лагранжан наш лагранжан взаимодействия до взаимодействия с изменением странности на единичку у нас там была сумма 6 слагаемых с некоторыми коэффициентами c это да и операторы были у это я не буду выписывать эти операторы полностью они в прошлый раз были выписаны значит и остановились мы прошлый раз на том что начали вычислять распад к минус в пи минус пи 0 на прошлый раз мы решили что давайте воспользуемся этим лагранжан эффективным чтобы посчитать ширину оценить ширину распада к минус пи минус пи 0 и поскольку мы с вами говорили что этот распад обусловлен оператором в котором происходит изменение из-за спина на три вторых то и только единственный из этих шести операторов вносит склад это был оператор о4 и нам собственно оставалось вычислить некоторый матричный элемент давайте напишу амплитуду амплитуда этого процесса и м к минус и минус пи 0 она равнялась у нас следующему и константа c4 было еще был некоторый общий фактор корень из двух же ферме в уд в с звездой вот и а был матричный элемент матричный элемент между начальным и конечными состояниями в конечном состоянии нас пи минус пи 0 здесь был оператор о4 и тут в начальном состоянии был то он отрицательно заряжен к минус соответственно то на чем мы в прошлый раз закончили мы выписали что нам нужно посчитать то есть нам нужно посчитать вот такой матричный элемент давайте я сразу напишу выражение для этого оператор о4 d чертой левая гамма мю с левая у чертой левая гамма мю левая дальше плюс у чертой левая гамма мю с левая д чертой левая гамма мю U левая и минус D с чертой левая, гамма-мю S левая, D с чертой левая, гамма-мю D левая. Три слагаемых было в этом операторе. И вот такой матричный элемент неплохо бы нам оценить. Посчитать мы его, конечно, честно не сможем, потому что пионы и колоны – это сильно связанные состояния, состоящие из кварков. И вообще-то такие матричные элементы мы считать не можем. Из первых принципов. Тем не менее у нас есть в запасе киральной теории возмущений, которые мы с вами в прошлом семестре проходили. И мы с вами представляем это взаимодействие. Смотрите, как устроено это взаимодействие. Это взаимодействие тока-стоп. Мы с вами выясняли в прошлом семестре, когда строили киральную теорию возмущений, что токи в группе SU-3, значит, у нас киральная теория возмущений была устроена следующим образом. Мы с вами видели, что в киральном пределе в КХД, в котором мы оставили только три флейвора, есть группа симметрий SU-3 левая на SU-3 правая, или что то же самое SU-3 векторная на SU-3 аксиальная, которая спонтанно нарушается. Она спонтанно нарушается вакуумным конденсатом кварковым до SU-3 векторного. И мы с вами строили киральную теорию возмущений и даже вычисляли в ней токи. И эти токи, собственно, их можно выразить через кварковые поля. И мы с вами знаем матричные элементы для соответствующих токов. Например, если говорить о токе, который соответствует SU-3 левая на SU-3 правая, но это то же самое, что сказать с точки зрения алгебры, что это SU-3 векторная на SU-3 аксиальная. И, соответственно, здесь есть токи, например, есть ток Gμ5A, который имеет вид вот такой, Q с чертой, γμ, γμ, γ5. Значит, тут стоит у меня генератор TA на Q. Помните, у нас был такой набор токов? И эти токи, каким свойством они обладали? Они обладали тем, поскольку это токи, соответствующие спонтанно нарушенной части группы, то эти токи фактически являются операторами рождения, полями, которые рождают состояние галстонских бозонов. У нас с вами все наши пионы и колоны, они лежат в актете, которые мы интерпретировали в этой киральной теории, как псевдогалстонские бозоны. И, соответственно, у нас с вами был из теоремы галстон, мы с вами видели, что ненулевым является вот такой матричный элемент между состоянием галстонских бозонов, скажем, если у нас есть набор галстонских бозонов, вот такой вот, то соответствующий матричный элемент, он устроен так, это есть минус И, Пмю, пусть вот это состояние галстонского бозона с импульсом Пмю, с импульсом П, соответственно, вот такой матричный элемент равен, он отличен от нуля, во-первых, это очень важно, он отличен от нуля и может быть запровентаризован вот таким вот образом, на Е в степени минус И, П, ни на ПХ. Вот. Таким образом, вот этот матричный элемент мы знаем, и мы знаем, что вот этот ток, он фактически рождает нам состояние галстонского бозона. А что касается векторных токов, то векторные токи, они обуславливают переходы между различными кварковыми состояниями, ну и, соответственно, мы этим попробуем воспользоваться. Мы с вами попробуем воспользоваться вот этим матричным элементом, с тем, чтобы, когда будем вычислять, оценивать точнее матричный элемент, который написан выше. Значит, это было некоторое отступление. Давайте теперь вернемся вот к этому оператору. Мы с вами в прошлый раз нарисовали несколько диаграмм, которые соответствуют тому, что я могу вспомнить, из каких кварков у меня состоят, например, отрицательный заряженный каун, из каких кварков у меня состоит. Значит, ну давайте смотрим. У, С, да, по заряду проходит? У К- и заряд минус, единичка, да? Значит, у кварка какой заряд? Плюс для третьих, да? Значит, чтобы получить К-, что нам надо сделать? Совершенно верно. Нам надо сделать анти-у, да? Анти-у и С, и тогда будет К-. Вот это у нас кварковый состав К-, кварковый состав П- такой, ну аналогично, да? У с чертой, только D, да, анти-у, D. А кварковый состав П-0, он складывается как такая линейная комбинация D с чертой и U с чертой. Это некоторая линейная комбинация вот этих товарищей. Ну и, соответственно, мы с вами можем, и в прошлый раз нарисовали, несколько диаграмм. Диаграммы мы с вами нарисовали такие. Вот у меня был К-, он состоит из С и анти-у, значит, это у меня был К-. Соответственно, С мог переходить у меня в D. У с чертой. Это у меня был П-. А здесь была вот такая парочка У с чертой. Это давало мне П-0. А вот такая есть диаграммка. Дальше вторая диаграммка С. У с чертой. Это у меня К-. Здесь тоже переход в D. И, соответственно, здесь у меня У с чертой D это П-. А вот тут вот фигурирует D и D с чертой. Вот это вторая диаграммка. Ну и третья диаграммка такая. Когда у вас С-кварк переходит не в D, как в первых двух диаграммах, а в У. И тогда это выглядит вот так. У с чертой. У с чертой. А здесь переход в У. И здесь из вершины выходит D с чертой и D и У с чертой. Вот это у нас П-, а это дает квадрат в П-0. Камплитуду рождения П-0. Соответственно, мы видим, что мы отсюда видим. Какая диаграмма какому слагаемому в операторе соответствует. Смотрите. Первый оператор. Это у меня что такое? Это, собственно, первая диаграмма Феймана. Это первый оператор. Вторая диаграмма Фейманская, она соответствует последнему оператору, третьему. А вот эта диаграмма Феймана соответствует вот этому оператору. Я, соответственно, линии у меня идут фермионные. Вот сама эта вершинка, она, конечно, точечная. И я в этом смысле должен здесь нарисовать точку, в том случае, что это точечное взаимодействие. Но я специально нарисовал очень близко подходящие друг другу линии, чтобы показать, где спариваются фермионные индексы. Потому что если бы я нарисовал все четыре линии, выходящие из одной точки, вы бы не поняли, как у меня спариваются фермионные индексы. Вот. Давайте мы начнем с вами вычисления. Это не все диаграммки. Сейчас чуть попозже будет задачка про еще парочку диаграмм. Значит, но это те, которые приведут нас к ответу. Давайте начнем для простоты с второй диаграммки и, соответственно, с вклада вот этого последнего оператора. Давайте выпишем его отдельно. Значит, P-, P0, D с чертой, про минус потом вспомним, гамма мю, S левая, D с чертой левая, гамма мю, D левая. И здесь к минус. Вот. Ну и вспоминая, что здесь у меня кварковый состав, U с чертой S, здесь у меня U с чертой D, и здесь комбинация, да, D с чертой D и U с чертой U в зависимости от того, что придет, мы можем начать оценивать этот матричный элемент, начав спаривать соответствующие операторы рождения и уничтожения, да, вот это состояние у меня как построено, если я напишу его в терминах кварков, если я пытался написать его в терминах кварков, у меня бы здесь стояли вакуумы, на которые подействовали операторы рождения S-кварка и операторы рождения анти-укварка, правда? Соответственно, чтобы мне получить не ноль, мне нужно провести спаривание между тем оператором уничтожения S-кварка, который входит в это поле, правда? То есть я это условно напишу вот таким вот образом. И, например, я могу сделать таким образом. Я могу вот эту парочку D, D с чертой, я могу спарить с P0, смотрите, я сразу мне эта парочка даст P0, вот, а вот этот D с чертой я возьму, спарю с одним из, с тем D-кварком, который образовывал у меня P-. Соответственно, если вы внимательно посмотрите на вот этот вариант спаривания, то он соответствует прямо вот этой диаграмме. У с чертой кварк, который у меня, который не входит в вершинку вот здесь вот, он входит в K- и в P- здесь. Он не участвует в вершине взаимодействия, он, как я говорил, спектакарный кварк, он наблюдатель, наблюдатель этого процесса. Вот, это один вариант спаривания. То есть, вот смотрите, то, что я сейчас написал, я должен был бы написать, что я считаю, оцениваю вот такой матричный элемент, P-, P0, D с чертой, левая, гамма-мю, S левая, D с чертой, левая, гамма-мю, D левая, K-. Равно вот такому. Почему я написал A равно? Потому что, на самом деле, есть еще один вариант спаривания. Вариант спаривания есть такой. Смотрите, когда я возьму, у меня же здесь два D с чертой кварка, я могу спарить так, как я написал, да, второй D с чертой, сейчас, неправильно я, вы меня не поправили. Смотрите, я D с чертой два раза спарил. У меня вот этот, вот этот D с чертой, надо спарить с P-. Смотрите, вот этот ток, D с чертой левая, гамма-мю, L, у меня рождает P0. Вот тут этот ток рождает у меня P0, который фигурирует вот в этой диаграммке. А другой ток, D с чертой левая, гамма-мю, S левая, он обеспечивает переход между K- и P-. То есть вот этот ток обеспечивает переход между K- и P-. Так вот, второй вариант спаривания существует из-за того, что у вас здесь два одинаковых D-кварка, D с чертой и D с чертой. Я же могу переставить спаривание, да? То есть второй вариант спаривания выглядит буквально следующим образом. P-, P0, D с чертой левая, гамма-мю, S левая, D с чертой левая, гамма-мю, D левая, G-. Значит, ну, S у меня по-прежнему спаривается так, как и было. А вот D в P- я возьму вот отсюда, из другого оператора, из другого тока. Да? А, соответственно, все остальные D и D с чертой я спарю с P0. Вот. Ну и дальше я могу, вспомнив про то, что у меня есть теория Магалстона, и что у меня ток фактически рождает P0, я могу приближенно оценить этот матричный элемент вот таким вот образом. что, смотрите, у меня P0 рождается вот этим током. Соответственно, я пишу, а ток D с чертой левая, гамма-мю, S левая обеспечивает переход между P- и K-. Поэтому я могу приближенно оценить этот матричный элемент вот таким вот образом, что у меня есть переход между P- и K-, который обусловлен током D с чертой левая, гамма-мю, D с левая, умножить на матричный элемент, который обеспечивает рождение P0. P0 из чего? Из ничего, из вакуума. Потому что фактически здесь вот эта часть диаграммки, она как у вас выглядит? У вас в конце P0, а вначале нет ничего. Если я смотрю только на ту часть, которая рождена вот этим током. Поэтому я могу написать следующее, что здесь у вас P0, D с чертой левая, в гамма-мю, D левая. И здесь вакуум. Это вот такая очень грубая оценка вот такого матричного элемента. Это грубая оценка, обусловленная тем нашим знанием, что аксиальная часть вот этого тока рождает нам P0, как мы знаем из киральной теории возмущений, а векторная часть тока дает нам переходы между галстонским бозонами. Это, конечно, не точное равенство, поэтому я написал приближение здесь. Соответственно, второе слагаемое. Смотрите, со вторым слагаемым так просто не получится сделать. Если здесь у меня получилось так хорошо записать, то здесь так не получится. Почему? Потому что у меня переход между, например, К-минусом и П-минусом, он обусловлен переходом между S и D-чертой, но они входят в разные произведения фирменных таков. Смотрите, S входит вот в этот ток, а тот D-чертой, который относится к П-минусу, входит в другой ток. И я не могу уже воспользоваться вот таким вот образом непосредственно. Поэтому что мне нужно сделать? Мне хочется переставить эти два фирменных поля. Как я это сделаю? Конечно, с помощью тожества фирца. Я возьму вот этот оператор, перепишу его с помощью тожества фирца, как переставив просто вот эти два оператора. То есть формально это выглядит как будто это выглядит таким же самым образом, но есть одна тонкость. Я формально применил то жества фирца, я переставил эти два оператора. В чем различие? В том, что я не написал цветовые индексы. Смотрите, если я напишу внимательно цветовые индексы, у меня здесь индекс и цветовой, здесь индекс и цветовой, и по нему идет свертка. Здесь индекс G цветовой, и здесь индекс G цветовой, и по нему тоже идет свертка. Теперь, когда я применяю то жество фирца, у меня эти индексы переставляются, в смысле, переставляются операторы с разными индексами. Поэтому вот здесь будет индекс G, здесь будет индекс E, здесь будет индекс E, здесь будет индекс G. И после этого, когда я такое то жество фирца сделал, я уже могу воспользоваться вот таким же приближением, чтобы написать, оценить точнее вот этот матричный элемент. То есть моя оценка вот для этого матричного элемента, после того, как я сделал преобразование фирца, у меня получается такая эта оценка. Будет P- соответствующий ток D-левая, G, гамма-мю, S-левая, I, K-. Это ток, который не является синглентом по цвету, он несет на себе цветовые индексы. А второй ток между состоянием P0, D-левая, I, T, гамма-мю, D-левая, J, T, ну и здесь вакуум. Вот, ну, потом мы с вами вернемся к оценке вот этих токов. Давайте сначала поговорим, что делать с цветовыми индексами, которые здесь. Смотрите, у нас стоит какой-то оператор, у него есть цветовые индексы, нетривиальные, да. Теперь мы берем матричный элемент от этого оператора между состояниями, которые какие? Они бесцветные, правильно? Они бесцветные, а значит результатом что должно быть? Чему должен быть пропорциональный результат? Какому-то инварианту, правильно? Какому-то инварианту по цвету. Какой у нас инвариант по цвету есть? Который имеет два индекса, I и J. Конечно, дельта и J. Соответственно, мы ожидаем, что вот этот объект равен такому. Дельта и J на какую-то константу, нам пока неизвестную, на матричный элемент уже отсвернутых по цвету кварковых полей. Например, K, гамма-мю, S, левая, K. К-минус. Теперь чему равна константа? Как константу найти? Давайте свернем по индексам I и J. Сворачиваем по индексам I и J. Здесь будет свертка. Дельта и J, когда я сверну по индексам I и J, у меня получится тройка. Правильно? Поэтому будет 3C на вот это равняется вот этому. Это означает, что C равно 1 и 3. Видно, да? Если я вместо C возьму 1 треть, я получу правильный ответ после того, как я сверну по индексам I и J. Это правильный равен. То же самое я сделаю со вторым матричным элементом. Второй матричный элемент, я с ним поступлю точно так же. Соответственно, ответ для него будет устроен так. А 1 треть дельта и J на матричный элемент уже от бесцветного произведения, произведения без пиноров. Пиноль, D с чертой левая, гамма, мю, D левая, вакуум. Ну вот, смотрите, что получится. Дельта и J с дельта и J даст тройку. Тройка с одной из троек сократится и останется просто 1 треть. Таким образом, смотрите, у нас была первая слагаемая, которая имела вот такой вид. Потому что дельта и J, когда я сверну с дельта и J, будет 3. 1 треть, 1 треть. Одна из троек сокращается, останется 1 треть целом. А вот то произведение, которое осталось, оно фактически без индексов уже, произведение матричных элементов, я имею в виду, и оно буквально совпадает с первым слагаемым. То есть у меня здесь единица плюс 1 треть. То есть будет 4 третьих на вот это произведение. Таким образом, ответ для вот этого матричного элемента, оценка для этого матричного элемента, она выглядит так. 4 третьих, π-, d чертой левая, γμμ, s левая, k- и π0, d чертой левая, γμμ, d левая, вакуум. Вот, это мы разобрались с вами со второй диаграммкой, или с третьим слагаемым. Давайте запомним этот ответ. Давайте я его обведу. И посчитаем все остальное. Считать будем в том же самом приближении. Приближение или оценки. Например, начнем вот с первого слагаемого, с первого слагаемого, входящего в оператор O4. Значит, матричный элемент, π-π0, d чертой левая, γμμ, s левая, u чертой левая, γμ, u левая. И здесь стоит k-. Соответственно, здесь тоже будут несколько вариантов спариваний. Один из вариантов спаривания такой. Они все обусловлены видом этой диаграммки, эти два варианта спаривания. π-π0, d чертой левая, γμμ, s левая, u чертой левая, γμμ, u левая, k-. Вот. Здесь k- мы по-прежнему должны s-кварк спарить с k-. Теперь смотрим на нашу диаграмму. Диаграмма у нас вот такая. Соответственно, у нас есть такой вариант, когда я могу d, вот этот d чертой, спарить с π-. И это будет у меня переход тот же, как был раньше, да, s, d. И здесь у меня переход s в d. А вторые два u с чертой я могу спарить с π-0. Вот такой есть вариант. Есть другой вариант. Другой вариант соответствует, на самом деле, если внимательно приглядеться, второй диаграммке. Не второй, в смысле последней. Смотрите, какой есть вариант спаривания. Давайте я еще раз перепишу. π-, π0, d с чертой левая, γμμ, s левая, u с чертой левая, γμμ, u левая, k-. d с чертой могу спарить с π-. Смотрите, что у меня получилось. Я π- рождаю кварковыми операторами d с чертой левая и u, а переход между k- и π0 обеспечивается у меня операторами s и u с чертой. Соответственно, это соответствует какой диаграммке? Это соответствует последней диаграммке буквально. Смотрите, d с чертой и u рождают у меня π-, это вот эта часть. А s и u, это переход между k- и π0. Это тоже возможный вариант спаривания. Соответственно, мы видим, что на самом деле первая слагаемая в операторе O4, она на самом деле частично соответствует первой диаграммке, частично третьей. Часть относится к первой диаграммке, часть третьей. Ну и давайте оценим тем же самым образом, как мы оценивали для предыдущего случая. И напишем, что это равняется π- d с чертой левая гамма мю с левая k-, а π0 рожден у меня током u с чертой левая, гамма мю с левая. Это с первым слагаемым я разобрался. Со вторым слагаемым я разберусь так же, как я разбирался со вторым слагаемым в предыдущем случае. Я сделаю сначала то жество фиртса. Здесь то жество фиртса будет выглядеть так. И, и, ж, ж. Смотрите, если я сделаю то жество фиртса, будет у меня такое. u с чертой левая g, гамма мю с левая i, d с чертой левая i, гамма мю, u левая g. И после этого у меня получится так, что вот этот ток фирмионный будет обеспечивать переход между k- и π0, а вот этот ток будет давать мне рождение π-. И я могу написать плюс вот такое. π0, u с чертой левая g, гамма мю с левая i, k- и π-, d с чертой левая i, гамма мю, и u левая g. Вакуум. Понятно, да, что произошло? Как в прошлый раз, да, совершенно точно. И здесь мы, как в прошлый раз, с цветовыми индексами разберемся так же. Здесь будет 1 треть дельта и g на тот же самый матричный элемент, но уже свернутый по цвету. И здесь будет 1 треть дельта и g. Когда я сверну по индексам и g, у меня в целом останется 1 треть. И поэтому ответ в данном случае будет такой. π-. Он будет состоять из двух слагаемых, да, потому что слагаемые разные получились. То есть у меня два разных типа. Здесь один тип сверток, да, один тип матричных элементов, а здесь другой тип матричных элементов. Потому что они относятся к разным диаграммам. Первый будет d с чертой левая, гамма мю, с левая, к минус. Пиноль у с чертой левая, гамма мю, у левая, вакуум. А второй будет плюс 1 треть на то же самое. Но я просто не буду выписывать цветовые индексы, потому что по ним будет свертка. Пиноль у с чертой левая, гамма мю, с левая, к минус, пи минус, d с чертой левая, гамма мю, у левая. Ну и аналогично можно собрать ответ для второго слагаемого. Мы с вами, смотрите, мы получили ответ для первого слагаемого, для третьего слагаемого. Ну и давайте соберем для второго. Давайте быстро мы это сделаем, потому что у нас уже... И у меня другой оператор здесь будет. Какой у меня будет оператор? Оператор у меня будет такой, u с чертой левая, а здесь будет d левая. То есть у меня u и d просто заменены местами. На самом деле все будет буквально так же, как мы с предыдущим оператором делали, только u и d заменены местами. Поэтому на самом деле я могу даже выписать ответ. Сразу заменив u и d, ну и, соответственно, заменив p0 и пи минус. Но давайте мы сделаем аккуратно, быстренько давайте проделаем эти выкладки. p минус пи 0, u с чертой левая, гамма мю, с левая, d с чертой левая, гамма мю, у левая, к минус. Значит, какой у меня есть вариант спаривания? Вариант спаривания есть такой, когда я к минус, у меня всегда с s-кварком спаривается, а вот u с чертой давайте спарим с пи 0. И это будет, соответственно, переход между к минусом и пи 0. И это, соответственно, вот эта диаграммка. Переход между s, d и u соответствует переходу между к минусом и пи 0. А второй вариант спаривания такой, пи минус, пи 0, u с чертой гамма мю с левая, d с чертой гамма мю у левая, к минус. Второй переход я сделаю так. Итак, я сделаю оператор рождения для пи минуса с помощью... С помощью чего? С помощью моих... Сейчас, давайте я сделаю оператор рождения, наверное, пи 0. С помощью операторов u с чертой и u. Это будет оператор рождения пи 0. А переход между к минусом и пи минусом будет даваться полями s и d с чертой. Смотрите, и вот это спаривание соответствует первой диаграммке. У меня переход между к минусом и пи минусом, это есть переход s, d, вот он. И рождается пи 0, пара u с чертой u. Это у меня вот эта часть диаграммки. Ну и после этого можно выписать ответ. Давайте я пропущу эту выкладку с цветами. Понятно, что здесь надо сделать тоже с эфирца. Получится 1 треть. Я просто напишу ответ. Ответ будет таким. Пи 0, значит, u с чертой левая, гамма мю, s левая, к минус. На матричный элемент между пи минусом, d с чертой левая, гамма мю в левая, вакуум. А второе слагаемое, оно войдет с коэффициентом 1 на треть. Давайте я вот это сотру, чтобы не загармождалось. Одна треть на вот такое. Значит, у меня будет пи минус, d с чертой левая, после того, как я сделаю тоже с эфирца, да, гамма мю. У с чертой левая, гамма мю на у левая, и вакуум. Ну вот, на самом деле, смотрите, что у нас получается. У нас получилось три слагаемых. Вот такой ответ у нас, вот такой ответ, да, и вот такой ответ. И я должен их, первые два я должен сложить, потому что это соответствует вот этому оператору и вот этому оператору. А третий я должен вычесть. Правильно. Вот, поэтому полный ответ, давайте полный ответ уже напишем. А, ну давайте напишем полный ответ, потом я дам задачку. Полный ответ будет таким. Давайте я какой-нибудь другой фломастер попробую взять. Итак, полный ответ. Смотрите, когда я сложу вот эти два слагаемых, у меня здесь приведу подобные. Первая слагаемая здесь, подобно со вторым слагаемым здесь. Будет 4 третьих. Вторая слагаемая здесь, подобно с первым слагаемым здесь. Тоже будет 4 третьих. Соответственно, ответ будет 4 третьих. На пи 0 у чертой левая гамма мю с левая, к минус, пи минус, д с чертой левая, гамма мю у левая. Плюс 4 третьих, пи минус, д с чертой левая, гамма мю с левая, к минус, пи 0, у чертой левая, гамма мю у левая 0. Минус, вот это последняя слагаемая. Давайте я не буду его переписывать, я просто напишу минус и вот это. И это будет мой ответ. Это полученный нами ответ, полученная нами оценка для вот этого матричного элемента. Еще раз я повторяю, это оценка, потому что мы с вами, смотрите, тут был вообще-то сложный оператор, состоящий из четырех кварковых полей. Мы с ними обошлись, как будто вот тут стоят обычные операторы рождения кварков, да, фактически. Мы с вами обошлись, как это, очень некультурно, потому что мы забыли про то, что это связанное состояние. Но нас оправдывает то, что мы с вами знаем кое-что о киральной теории возмущений и знаем, какие токи, каким переходом соответствуют. Что аксиальный ток у нас будет соответствовать рождению галстонского бозона, а векторная часть тока будет соответствовать переходу между галстонскими бозонами. Так, значит, домашнее задание следующее. На самом деле я не написал еще несколько сверток возможных, спариваний, когда вычислял вот этот матричный элемент и предыдущий. Ваша задача найти эти свертки и убедиться, что они соответствуют вот таким диаграммам. Смотрите, есть еще на самом деле диаграммки. Данные вот такие. Значит, это у меня S, это у меня U с чертой, а здесь у меня D, U, и здесь пробегает вот таким вот образом. Я могу пропустить, родить пару кварк-антикварк из вакуума. Вот такую условную диаграмму, которую я могу нарисовать. Только наоборот, наверное, U с чертой. Соответственно, вот это у меня будет P0, а это у меня будет P-. И это одно из возможных спариваний приводит к этой диаграммке. Я это спаривание здесь не написал. Сейчас вы увидите, почему я его не написал. Есть вторая диаграммка. Собственно, она очень похожа на эту. Устроена она так. Так, S U с чертой. Здесь D U с чертой, то есть та же самая вершинка. Но тут я из вакуума достану D D с чертой. Не U с чертой, а D D с чертой. То есть условно диаграммка выглядит у меня так. И вот это у меня будет P0, а это P-. Вот, значит, задачка заключается в следующем. Во-первых, найдите, каким спариванием соответствуют эти диаграммки. Это довольно легко. Второй, менее тривиальный вопрос заключается в том, что покажите, что в пределе точной керальной симметрии, то есть когда есть точная SU2 симметрия, вклады вот этих двух диаграмм сокращаются. Поэтому их учитывать не нужно. Значит, они друг друга сокращают в пределе точной керальной симметрии. Поэтому я их и не выписывал. Ну вот, а теперь нам нужно вычислить, собственно, матричные элементы. Нам осталось вычислить матричные элементы. Давайте для этого мы вспомним матричные элементы от таков наших, которые я уже выписывал вначале. Так, да, очень хорошо, вот это я не стер. Итак, нам потребуется три тока. Ну вот я выписывал. G, μ5А, Q с чертой, γμ, γ5, TA, Q. Поскольку у нас входит только, нас будет интересовать только рождение пионов, так, тут я вакуум опустил, да, смотрите. Тут у меня вакуум должен быть, а я просто поставил уголок. Вот, давайте рассмотрим эти токи при А равно 1, 2, 3. Значит, соответственно, G, μ5, 1. Это что такое? 1, 2, ущертой, ну, в качестве TA я что должен поставить? Т1 это что у меня за генератор? Это у меня генератор такой, 1, 2, тут стоит матрица Пауэль, да, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Да, так выглядит у меня оператор Т1. Оператор Т2 выглядит у меня вот так. 0, минус И, 0, И, 0, 0, 0, 0, 0, 0. И генератор Т3 выглядит у меня вот так. 1, минус 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Значит, зачем я это все выписываю? С тем, чтобы понять, какому, чему будут соответствовать соответствующие поля. В смысле, как будут устроены соответствующие токи и каким матричным элементам я должен их приписать? Смотрите, здесь я должен буду написать U чертой гамма мю гамма 5D плюс D чертой гамма мю гамма 5U. Я напоминаю, что вот это, то, что у меня здесь 3 на 3, это соответствует тому, что в качестве Q я рассматривал вот такой столбец UDS. Вот в этом выражении для тока у меня Q это столбец UDS, а T это матрица, генератор группы SU3 в флеверном пространстве. То есть индексы здесь, они флеверные, они цветовые, а флеверные. Вот, поэтому здесь G мю 5.1 выглядит так. G мю 5.2 выглядит каким образом? Ну, я должен взять вот этот генератор. Соответственно, это будет выглядеть так. Так, минус И пополам, U чертой гамма мю гамма 5D минус D чертой гамма мю гамма 5U. Ну и есть же мы 5.3. Это есть одна вторая. U чертой гамма мю гамма 5U минус D чертой гамма мю гамма 5D. Ну вот, и теорема Голстона, что нам говорит? Давайте я ее применю для SU2 подгруппы. То есть SU2 подгруппа, группа SU3 будет говорить мне о существовании трех голстонских бозонов, которые есть пионы. P минус, P плюс и P ноль, правильно? Соответственно, вот эта тройка таков, это те самые нарушенные, токи соответствующие нарушенной симметрии, SU3 аксиальная. И соответствующий матричный элемент будет выглядеть так. ноль, G мю 5А. Здесь у меня состояние пионов. P и Т, да, как триплет. Триплет пионов. Ну или P, давайте P b, T. И с некоторым импульсом P. Это у меня будет минус I, P мю на Fp. Теперь мы помним, что вот эти состояния P1, P2 и P3 это не то же самое, что состояние P0, P плюс и P минус. Помните? У меня состояние P минус, это линейная комбинация P1 и P2, а состояние P плюс тоже другая линейная комбинация P1 и P2, а P0 это у меня как раз P3. P0 у меня совпадает с P3. Дальше P это если прям про состояние говорить, да? P минус, это я выписываю знания из нашего предыдущего семестра на самом деле. Это есть единица на корень из двух. Вот. Поэтому нас что будет интересовать? Нас будет интересовать вот такой матричный элемент. Смотрите, например, матричный элемент P минус D чертой гамма мю у левая. Чтобы его собрать, давайте мы с вами, во-первых, соберем вот этот D чертой гамма мю у левая. Тут черта, да? Она стерлась случайно. D чертой гамма мю у левая. Давайте выразим это с помощью таков. Как я могу это выразить? Я могу вычесть, например, из первого второй и получу буквально мой оператор. Смотрите. Ну, с точностью до двойки, да? Значит, ну, надо помнить о том, что тут стоит D чертой гамма мю единица минус гамма 5 пополам у. Правильно? Согласны? Вот. А вот этот матричный элемент, посмотрите сюда, какой вклад? Тут, соответственно, два слагаемых. У меня есть слагаемые с векторным током, D чертой гамма мю у, и с аксиальным током. Минус одна вторая, D чертой гамма мю гамма 5 у. Правильно? Вот этот матричный элемент. Какой из этих вкладов даст ненулевой ответ? Значит, смотрите, я расписал вот это слагаемое. Это ток, да? Который есть сумма, ну, точнее разность, векторного и аксиального. Я подставлю это сюда. Соответственно, здесь будет два слагаемых. Матричный элемент от векторного тока и матричный элемент от аксиального тока. Какой из них даст вклад? Нетривиальный. Надо помнить о том, какие квантовые числа у P-. P- у меня псевдоскаляр. Правильно? Соответственно, какой ток даст вклад? Аксиальный. Правильно? Ну, это, в общем-то, видно вот отсюда тоже. Тут же у меня стоит аксиальный ток. Для векторного тока ответ будет равен нулю. Поэтому, на самом деле, вот в этот матричный элемент даст вклад у меня только аксиальный ток. Поэтому меня будет интересовать только вот эта часть в этом токе. Давайте ее найдем. Эта часть в этом токе выглядит так. D с чертой гамма-мю гамма-5 у равняется. Посмотрим на вот эти выражения. Вычтем первый ток из первого тока второй, умноженный на и. Извините, мой простой вопрос. Вот я вам пишу две чертой гамма-мю на проектор у. А проектор на квадрате, что ли, должен быть? Так проектор в квадрате равен проектору самому себе. На то он проектор. Я поэтому не написал здесь, конечно, второй проектор. Это у меня будет g-мю-5-1 минус i-g-мю-5-2. Проверяйте меня. Смотрите, я выразил вот это слагаемое. Проверьте, правильно? А, там одна вторая. Там одна вторая. Ну, вроде правильно. Вот. И теперь нас будет нарисовать вот такой вот матричный элемент. пи-минус д с чертой гамма-мю гамма-5 у вакуум. Во-первых, распишем пи-минус. Пи-минус распишем через пи-1 и пи-2, используя вот это равенство. Ну, нам известны вот такие матричные элементы, правильно? А я просто... У меня как пи-минус является линейной комбинацией пи-1 и пи-2, так и вот этот оператор является линейной комбинацией такого же 1 и 2. Соответственно, я просто должен перевыразить то, что у меня здесь стоит, через состояние пи-1 и пи-2 и токи g-1 и g-2, правильно? Чтобы воспользоваться вот этой формулой. Что я и делаю? Во-первых, пи-минус переписываем. Пи-минус у меня вот такой. Ну, я его... Это у меня кет, да, я должен бра. Соответственно, я должен сопрячь, поэтому будет у меня единица на корень из 2, значит, пи-минус плюс и пи-2. Да, и все это... Дальше, вот здесь я должен написать оператор, вот этот, который я перепишу в виде разности таков. g-мю-5-1 минус и g-мю-5-2. И здесь стоит вакуум. То есть, причем, и минус, и не пи-1. Пи-1, пи-1, конечно, да. Это я и описался. Так, а вот тут, посмотрите внимательно, все я написал здесь, вот в этой формуле. Тут есть индексы а и b. Где справа они? Вот в этой формуле я не написал индексы. И в начале лекции, наверное, тоже я не написал индекс, когда я это выписывал. Здесь стоит дельта b, конечно. Вот. Равняется. Ну, и теперь мы раскроем вот это все. У нас получится 4 слагаемых. Будет пи-1, g-1 вакуум, пи-1, g-2 вакуум, пи-2, g-2 вакуум. Но из-за дельта b у меня не нулевыми, будут только пи-1, g-1 и пи-2, g-2. Правильно? И будут они у меня такими. Смотрите, пи-1, g-1 единица на корень из двух, пи-1, g-мю-5-1 вакуум. И плюс, фактически, потому что и на минусы это плюс, пи-2, g-мю-5-2 и вакуум. Скобочка закрывается. Ну и теперь я воспользуюсь вот этой формулой. Только надо ее сопрячь, потому что у меня начало и конец переставлены. Я это сопрягаю, получаю i на корень из двух. Здесь у меня будет p. Ну, по сути, у меня два одинаковых слагаемых будет, поэтому я удвоить должен. Будет пи-мю и f-пи. Пи-мю это импульс пиона, причем в данном случае пи-. Вот мы с вами вычислили этот матричный элемент, ну, в пределе киральной теории измущений, конечно. Итак, ответ у нас получился. И корень из двух, p-мю-fp. На самом деле я вам просто напомнил это вычисление. Мы с вами его более-менее делали в прошлом семестре. Итак, мы с вами посчитали вот эту часть. Давайте теперь займемся частью, которая содержит пи-ноль. Пи-ноль у чертой гамма-мю, у и вакуум, и пи-ноль д чертой гамма-мю, д и вакуум. Смотрите, вот эти последние два слагаемых, они в этом смысле подобны, потому что у них первый сомножитель совпадает. Смотрите, пи-минус, тут стоит оператор, д с чертой гамма-мю-с и каон. И здесь то же самое, пи-минус, оператор и каон. Я их вынесу за скобку, и то, что у меня останется, у меня останется вот такой матричный элемент, когда я соберу вот эти два оператора. У меня останется вот такой матричный элемент, пи-ноль. Давайте я их соберу под одними обкладками. Под обкладками такими. У чертой левая, гамма-мю, у левая, минус, д с чертой левая, гамма-мю, д левая и вакуум. Видите, да, что я сделал? Я взял последние два слагаемых и объединил их просто. Ну, я не стал писать общую часть, 4 третьих, и вот это все, это я потом напишу. Меня просто будет интересовать вычисление вот этого кусочка. Значит, равняется. Ну, во-первых, мы снова вставим сюда проектор, вспомним о том, что у левая, это левый проектор умножить на у, и вспомним о том, что вклад дает только аксиальная часть тока, поэтому это есть 1 вторая, π0, у с чертой, гамма-мю, гамма-5, у, минус, д с чертой, гамма-мю, гамма-5, д и вакуум. Вот, а если прилететься к вот этому выражению для тока, жми-5,3, это буквально ток, жми-5,3. Вот это, это ток, причем с коэффициентом 1 вторая, да, это ток, прям, жми-5,3. Поэтому мы просто для него матричный элемент знаем. Этот матричный элемент равен, ну, вот этому только надо сопрячь, потому что обкладки тут переставлены. То есть будет и импульс π0 и на fp. Таким образом, смотрите, мы с вами вычислили ту часть матричного элемента, которая отвечает за рождение π-пиона из вакуума. То есть матричный элемент между вакуумом и пионом. Вот, нам осталось вычислить матричный элемент, который отвечает за переход между кооном, π0 и кооном и π-минусом. И это я хотел задать в качестве домашнего задания. Значит, почему? Потому что, на самом деле, в прошлом семестре у вас была на зачете задачка, которая, помните, была зачетная задачка, которой вы должны были вычислить ширину распада π-пиона такого, π- в π0 и пару лептон и соответствующая нейтрина лептонная. Там были электроны и электронные нейтрины. Соответственно, чтобы вычислить в кераральной теории возмущений, надо было вычислить матричный элемент между π-минусом и нулем и соответствующим током в кераральной теории. Соответственно, вот здесь буквально то же самое. Это матричный элемент между двумя, значит, состоя между двумя галстонскими бозонами и соответствующим током. В общем, я хочу сказать, что вы это умеете вычислять, поэтому я вам просто задам на дом вычисление соответствующего матричного элемента, а здесь напишу ответ. Ответ будет выглядеть так. π- d с чертой левая γμ s левая k- это то же самое, что корень из двух у с чертой левая γμ s левая так, корень из двух, а тут я не написал начальное состояние, тут у меня π0 корень из двух на k- и ответ равен вот такому. Одна вторая сумма импульсов пиона и колона. Ну, μ, да? Вот вам задачка это вычислить. Покажите это. А это ответ. Вот, ну и все. Собственно, нам осталось записать ответ, поскольку мы с вами все посчитали. Давайте я это сотру. Давайте мы запишем ответ вот для этого матричного элемента. Значит, ответ будет таким. Смотрите, смотрим на первое слагаемое. Первое слагаемое выглядит так. Четыре третьих. Вот тут π0 у левая у с чертой s и k- Я должен воспользоваться вот этой формулкой. У меня будет единица на два корня из двух pk плюс p π0 с индексом μ. Это я записал вот эту часть. А дальше я должен записать вот этот матричный элемент, для чего я воспользуюсь вот этой формулой. Это есть i на корень из двух p π- тоже индекс μ и fp. Это первое слагаемое. Ну и второе и третье слагаемое мы с вами объединили, поскольку мы с вами нашли матричный элемент, который соответствует рождению пиона, π0, и поэтому мы запишем ответ для суммы этих последних двух слагаемых. Значит, 4 третьих. Дальше стоит вот такой матричный элемент. Вот такой матричный элемент, согласно с этой формулой, равен одна вторая пк плюс п пи- умножить на на что же? Умножить на матричный элемент, который равен вот такому. Значит, и f пи на п пи- 0. С индексом мю, конечно. По индексам Лоренца у меня свертка идет. Ну, давайте смотреть. Значит, корень из двух здесь сокращается. Здесь 4 третьих, 4 третьих выносят за скобки. Да, давайте дальше я буду считать все в следующем приближении. Я буду считать в таком приближении, что у меня масса пионов, я буду считать, что пионы у меня много легче каонов. В этом смысле я буду пренебрегать разницей между пи- и пи- плюс с точки зрения их кинематики. Я буду считать, что масса пиона много меньше массы каона, что правда, и поэтому я положу дальше массу пиона равной нулю вообще. Это вообще будет согласие с керальной теорией. Вот, и поэтому я не буду различать пи- и пи- 0, и поэтому у меня соберется эти два слагаемых соберутся у меня в одно. Вот в такое. они фактически после этого будут одинаковыми, потому что у меня не будет разницы, пи- у меня или пи- 0, и поэтому здесь будет 4 третьих я вынесу, будет у меня единичка плюс 1 вторая, это будет 3 вторых, 3 вторых у меня сократит тройку в знаменателе, а двойка сократит четверку, поэтому в целом будет 2 пи-к плюс пи- мю умножить на пи- другое мю. Здесь пи- и пи-штрих это либо пи- 0, либо пи- минус. Я просто должен считать их разными, конечно. Значит, чтобы их различать, я их здесь поставил, это либо пи- 0, либо здесь я должен поставить пи- 0, а здесь пи- минус, либо наоборот, здесь пи- минус, а здесь пи- 0. Да, еще и в пи, конечно. Так, ну вот и все. И давайте выпишем ответ для амплитуды. Ответ для амплитуды встроен так, пи- пи- 0 равняется такому. Равняется такому. Такому. Значит, а и c-4 клоинь из двух, g- ферме, вл-д, вл-с со звездой, да, значит, и здесь будет п, к плюс п. Ну, давайте для определенности, пусть у меня в скобочках будет стоять, ну, чтобы это согласовывалось с моими записями, пусть у меня в скобочках будет стоять пи- 0, а снаружи будет пи- минус. Здесь будет пи- 0, а здесь будет пи- минус с индексом мёд. Вот. Нам нужно посчитать некоторые кинематические переменные дополнительно. А именно, нам нужны скалярные произведения, да, пк на пи- минус и п пи- 0 на п пи- минус. Соответственно, чтобы их посчитать, мы воспользуемся законом сохранения энергии импульса, да, законом сохранения 4 импульса. Пк, это равняется п пи- 0 плюс п пи- минус. Чтобы мне посчитать пк п пи- минус, я перенесу п пи- минус влево и возведу в квадрат. Соответственно, запишу такое, пк минус п пи- минус в квадрате, равняется п пи- 0 в квадрате. Раскрываю скобки и вспоминая про то, что я положил массу пи- на равный нулю, я получаю следующее. Значит, здесь будет пк в квадрате, это масса колонна в квадрате, минус 2 пк п пи- минус равняется нулю. тем самым я вычислил вот это произведение пк на п пи- минус. Ну и аналогично, легко видеть, что если я возведу прямо в квадрат вот это соотношение, то я могу вычислить скалярное произведение п пи- на п пи- 0, и видно, что п пи- на п пи- 0, это есть 1 2 mk квадрате. Вот. Ну и все. Соответственно, мы это сюда подставляем. Будет у меня и c4 корень из 2 g ферме vld vls со звездой. Кстати, я здесь потерял fp, да, смотрите, я здесь забыл fp. fp и масса кауна в квадрате на fp. Это у меня матричный элемент. Ну и теперь ширину. Ширину посчитать очень легко. Надо возле 10 в квадрат матричный элемент умножить на фазовый объем и поделить на две массы распадающей частицы. ширина распадающейся. ширина распада вот такого единица на 2 мк на квадрат амплитуды по модулю и на фазовый объем. поскольку у меня поскольку у меня фазовый объем две частицы безмассовые, то это есть единица на 8p. В общем, если все подставить, то получится вот такой ответ. c4 в квадрате c4 в квадрате fp в квадрате на mk в кубе одно из мк сокращается g ферме в квадрате v уд v v s в квадрате на 8p. Если подставить числа и посчитать после этого время жизни, то получается tau порядка 10-8 секунды время жизни относительно данного распада. А если на эксперимент посмотреть, то время жизни экспериментально оно составляет 1,24 на 10-8 секунды. В общем, получилось весьма неплохое согласие с учетом того, что мы очень много приближений сделали. В частности, мы очень приближенно вычислили я напоминаю, что мы сейчас занимаемся флеверной физикой. Вторая часть флеверной физики это будет цп нарушение. Собственно, то, что нам осталось изучить из флеверной физики, это цп нарушение в квадрате в секторе в стандартной модели. Я напомню, что у нас с вами есть один явно один цп нарушающий параметр в стандартной модели. Это фаза, входящая в СКМ-матрицу, дельта. Собственно, мы с вами изучим в ближайшие несколько лекций эффект от этой фазы, каким следствием она приводит на примере, конечно, Каонов. Мизонов, не только Каонов, Мизонов, в принципе. Мы с вами видели, когда обсуждали матрицу СКМ, что у нас есть несколько инвариантов, куда входит цепонарушающая фаза. Помните, я даже домашнее задание задавал показать, что некоторый вариант не зависит от репараметризации кварковых полей. Нам была, в частности, вот такая задачка показать, что вот такой вот инвариант ВУД, ВЦД со звездой, ВЦБ. Да, 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 около того задачка. Показать, что вот это является инвариантом относительно репараметризации. Вот, ну на самом деле можно показать, что любые эффекты цепонарушения, они входят вот именно в такую комбинацию. Значит, и если вы вспомним параметризацию Рюйфенштейна для матрицы СКМ и распишем вот эти элементы, то этот кусочек будет выглядеть следующим образом. ВУД это у нас единица минус одна вторая лямбда в квадрате, ВЦД со звездой это минус лямбда, ВЦБ это А лямбда в квадрате, а ВУБ со звездой это собственно там, где стоит цепонарушающая фаза А лямбда в кубе единица минус ро минус это. Вот, и если здесь все раскрыть и воспользоваться там малостью лямбда, то видно, что ответ он пропорционален А квадрат лямбда в шестой на это. То есть, поскольку лямбда это у нас маленький параметр, то ответ, связанный с цепонарушением, он дополнительно оказывается подавлен. Поэтому его довольно сложно увидеть, потому что он входит всегда вот в такой комбинации и всегда подавлен шестой степенью лямбда. Ну и соответственно классическим эффектом, собственно первым эффектом связанным с цепонарушением это эффект, связанный со смешиванием нейтральных колонов. Я напоминаю, у нас есть два нейтральных колонна К0 и К0 с чертой. Значит, у К0 кварковый состав С с чертой Д, у К0 с чертой кварковый состав Д с чертой С. Вот, они являются частицей и частицей друг к другу. И если я возьму состояние К0, да, и являются они псевдоскалярами, я напоминаю, да, у меня кооны, они относятся к октету псевдоскалярных мизонов, и они псевдоскаляры, соответственно, если я подействую на них ЦП преобразованием, то, значит, П, когда я подействую П преобразованием на К0, у меня вылезет знак минус, да, а С переведет К0 в К0 с чертой. Соответственно, я могу записать вот так, ну и ЦП на К0 с чертой, это есть минус К0. Только К0 с чертой, да, конечно. К0 у меня переходит в К0 с чертой. Вот, ну, на самом деле здесь есть некоторая свобода в части выбора фазы при Ц-преобразовании, в данном случае она выбрана равна единице, фаза преобразования зарядового сопряжения, выбрана в данном случае равна единице, это исключительно соображение удобства. Вот. Что, о чем говорят эти равенства? Они говорят о том, что состояние К0 и К0 с чертой не являются собственными относительно операции ЦП преобразования. Да, но можно построить, используя вот эти соотношения, можно построить состояние, которое собственно являются, да, можно построить состояние, например, К1, 0, и К2, 0, которые будут выглядеть так, полусумма и полуразность. Ну, не полу, а формировка, если справится, единица на корень из 2, единица на корень из 2, К0 минус К0 с чертой, это давайте назовем состояние К1, а состояние К2, 0, это единица на корень из 2, К0 плюс К0 с чертой. Вот, эти состояния являются собственными для оператора ЦП преобразования, правильно? Если я подействую преобразованием ЦП на К1, 0, у меня будет будет К1, буквально, 0, правильно? К0 перейдет в минус К0 с чертой, а К0 с чертой перейдет в минус К0. А если я подействую ЦП на К2, 0, у меня будет минус К2, 0. Вот, таким образом, эти состояния являются собственными для операции оператора ЦП. Значит, мы с вами знаем, что слабые взаимодействия они нарушают П-четность, правильно? Явным образом. Также мы с вами знаем, что слабые взаимодействия нарушают Ц-четность. Откуда мы это знаем? Какое самое очевидное нарушение Ц-четности в слабых взаимодействиях? Ну, вспомните, например, про нейтрино. Ну да, мы боимся, что с нейтрино там какой-то распад был. Нет, зачем распад? А сейчас если возьмете нейтрино, у нас какое в стандартной модели? Нейтрино какой в стандартной модели? Оно левое. Правого нейтрино нет. Что? Да, да, значит, но теперь я про другое хочу сказать. Античастица для нейтрино, она какая? Правая. Но античастицы левой не бывает. То есть, если вы сделаете цепле образования над нейтрино левым, вы должны были бы получить антинейтрино левое же. А ее нет. Но это самый очевидный способ убедиться, что сетчетность нарушена в стандартной модели. Соответственно, сетчетность нарушена, подсетность нарушена. Значит, долгое время люди думали, что цепле четность, то есть комбинированная четность, она является вот таким вот сохраняющейся симметрией, хорошей симметрией в стандартной модели. Ну, видно, что про нейтрино это сходится. Да, у вас, если вы сделаете цепле преобразования для нейтрино левого, оно перейдет в правое антинейтрино. В этом смысле все хорошо. Вот. И, соответственно, с этим связано вот то рассуждение, которое я сказал. То есть, давайте из этих каонов построим, из ка 0 к ка 0 с чертой, построим состояние, которое собственное для оператора цепле. Соответственно, есть два состояния, ка 1 и ка 2, теоретически. Теперь что наблюдали экспериментаторы? Экспериментаторы тоже наблюдали два состояния каонных. Они их назвали ка, л и ка с. От, л и с, это от лонг и шорт. Одно из этих состояния было долго живущим, другое коротко живущим. Вот. Эти состояния распадались на пионы. Эти состояния распадались на пионы, на 2 или 3 пиона. Давайте посмотрим, какова цепочетность, представим, что цепочетность сохраняется. Хорошая симметрия. Какова цепочетность двухпионного состояния и трехпионного состояния, которые получаются в результате распада каона. Значит, так, каон пусть распадается либо в два пиона, либо в три пиона. Какова цепочетность соответственно двухпионного состояния и трехпионного состояния? Значит, cp двухпионного состояния, чему равняется? Поскольку у нас распад идет каона, каон у нас бесспиновая частица, поэтому пионы рождаются в состоянии с полным угловым моментом, равным нулю. Поэтому пространственная волновая функция их симметрична. И поэтому, помните, когда вы делаете почетность и спрашиваете себя, какая почетность состояния, вы должны добавить минус единичку в степени L от пространственной волновой функции. В данном случае она не сыграет, потому что, значит, каон бесспиновая частица, поэтому конечное состояние будет пространственно-симметрично, поэтому вот это не сыграет. А пион у вас имеет почетность, равную минус единице. Это псевдоскалярная частица. Поэтому, когда у вас два пиона, от преобразования почетности будет минус единичка в степени двойка. Ну и если вы говорите о распаде нейтрального каона, то здесь стоит либо пи плюс пи минус, либо пи ноль пи ноль. То есть зарядово четное состояние. Когда вы сделаете цепреобразование на пи ноль пи ноль, они перейдут сами в себя. И когда вы сделаете цепреобразование над состоянием пи плюс пи минус, оно тоже перейдет само в себя. Поэтому цепреобразование ничего не сделает, а п преобразование даст нам плюс один. поэтому цп четность двухпионного состояния который возникает в распаде колонна плюс 1 цп четность трехпионного состояния который возникает в распаде колонна все те же самые рассуждения проводим пространственная часть луновой функции равняется нулю цп преобразование ничего не дает потому что конечное состояние какое может быть либо 3 пи нуля либо пи ноль при плюс пи минус они все заряды симметричны значит оставился только минус единица в кубе поэтому цп четность равняется минус единица поэтому что ожидается если вы верите в то что цп четность является хорошей симметрией стандартной модели вы ожидаете что та состояние которое распадается в 2 пяну 2 пиво на имеется подсчетности равная плюс 1 да а то состояние которые распадаются в три пион имеет цп счетность равны минус и действительно экспериментаторы наблюдали что состояние к с к шоп коротко живущие распадается в два пиона там некоторую комбинацию плюс и минус и значит пи-0 пи-0 а при этом бренчинг этого распада проще почти 100 процентов бренчинг этого распада практически 100 процентов а вот другое состояние которая колонка она распадалась три пиона с бренчингом примерно 34 процента 34 процента остальную часть распада это были полуэллиптонные распады вот то что один из них оказался коротко живущим а другой долго живущим это связано со следующей спецификой специфика такая масса каона она равняется примерно 490 мэв масса пиона 140 мэв поэтому три пиона это 140 на 3 да это там 400 сколько 140 420 на 420 мэв примерно ну тут некоторые могут быть пи нулями некоторые пи плюс пи минус поэтому это с точностью до десятки соответственно вы видите что то что останется на фазовый объем очень мало 490 минус 450 это разница масс между начального и конечного состояния это то что останется на фазовый объем таким образом в когда вы будете вычислять ширину этого распада вас возникнет подавление фазовым объемом и поэтому ширина будет уменьшаться за счет этого подавления поэтому в случае второго распада у вас возникает дополнительное подавление из-за этого фазового объема из-за этого время жизни этого состояния увеличена эта специфика колонов для там b-мезонов и d-мезонов такого нету для b-мезонов и d-мезонов там там состояние которое цепочетность имеет плюс 1 и станет цепочетность который имеет минус 1 у них примерно одинаковые времена жизни вот а вот для колонов есть такая специфика что времена жизни у них сильно отличаются вот из-за этого эффекта и времена жизни тут такие эти оценки нам иногда будут требоваться время жизни коротко живущего колона это 0 59 на 10 минус 10 секунды то есть довольно сильно отличаются но это еще не все по мере того как ученые исследовали значит эти состояния они обнаружили что несмотря на то что кашот доминирующим образом распадается в 2 пиво тем менее иногда это состояние может распадаться в 3 пиво а колонг то же самое хоть он доминирующим образом ну с 34 процентами вероятность распадается в 3 пиона иногда он может распадаться состояние с двумя пионами значит колонг мог распадаться в 2 пиона с бренчингом 3 на 10 минус 3 а кашот мог распадаться в состояние с тремя пионами с бренчингом 3 с половиной на 10 минус 7 то есть очень мало относительно не не это прям бренчин да в процентах дома надо на стол умножить вот таким образом что это означает это означает что кашот и колонг то есть те состояние которых сментально наблюдаются это не те же самые состояние к 1 и к 2 а это указывало просто на нарушение цепочетности и и соответственно было собственно первым обнаружением нарушение цепочетности природе указанием на то что это не есть истинная симметрия настоящая симметрия вот соответственно мы переходим к тому как описывать процессы связанные с цепонарушением ну и нам потребуется поскольку тут цепонарушение устроено так что она замешивает состояние mizu на и антимизration нам потребуется изучить квантовую механику парочки мизон и антимизон то есть мы с вами сейчас не будем конкретизироваться то есть я не хочу сейчас говорить конкретно о колонах я сейчас буду говорить о любой паре мизон антимизован то есть то что я буду говорить сейчас будет относиться как дмизоном так как бы мизоном мы будем потом применять результаты который мы сейчас получим, к другим системам тоже, не только к колоннам. То есть пусть у меня есть состояние M, это будет у меня состояние мизона, и состояние M с чертой, это будет у меня состояние антимизона. Вот, ну и если я хочу, может быть иногда мне захочется писать импульс, я буду сюда вставлять импульсы, P, но очень редко я буду хотеть это делать. Соответственно, если я подействую преобразованием CP, то как мы договорились с вами, у нас это преобразование будет действовать так, минус M с чертой, минус P, а на вот это состояние CP будет действовать минус M минус P. Вот, дальше нам потребуется вычислять различного рода амплитуды. Скажем, и я введу сейчас для них некоторые обозначения. Значит, нам потребуется вычислять, например, амплитуду перехода, распада мизона в какое-то конечное состояние F. Значит, F это у меня будет какое-то конечное состояние, M это мизон. Значит, вот такую амплитуду я буду обозначать A с индексом F. А если у меня будет амплитуда, которая будет соответствовать антимизону, M с чертой F, то я буду обозначать ее A с чертой F. То есть черта у меня будет обозначать, что амплитуда относится к антимизону. Теперь давайте произвольно-волновую функцию, которая может быть смесью мизона и антимизона, я могу разложить по базису. Пусть у меня есть произвольный волновой вектор. У меня есть базис, M и M с чертой. Я могу разложить его по базису. Соответственно, это будет у меня M плюс M с чертой. Ну а тут будет соответствующая волновой функция, Psi с индексом M, Psi M с чертой. Так раскладывается произвольное состояние из мизона и антимизона. И меня будет интересовать, как эволюционирует вот эта парочка. Psi M и Psi M с чертой. Я запишу в виде вот такого столбца. Ну и эволюционирует оно, как положено, в соответствии с уравнением Шредингера. И D по DT. Здесь есть какой-то гамильтониан, который подействует на этот же самый вектор. Теперь пусть нет никакого смешивания. Сначала пусть нет смешивания. Между M и M с чертой. Тогда это будет означать, что гамильтониан у меня диагонален. И тогда гамильтониан, то есть матрица 2 на 2, я запишу вот в таком виде. Это будет у меня, скажем, M1,1. Поскольку у меня мизон нестабилен, то у гамильтониана будет некоторая мнимая часть. Минус и пополам, гамма 1,1. Здесь будет 0, здесь будет 0. M2,2. Минус и пополам, гамма 2,2. Действующая на Psi M, Psi M с чертой. Значит, M1,1 и M2,2 в этом случае это просто масса соответствующих мизонов. Масса мизона и масса антимизона. Они равны между собой в силу ЦП-симметрии. И ширина их тоже равна. То есть в случае, когда нет смешивания, все вот так вот именно устроено. Теперь, когда у нас есть, давайте включим с вами смешивание. Включим смешивание, и тогда вот этот гамильтониан у меня будет, это гамильтоновая матрица, то есть это матричный элемент от гамильтониана. В смысле, каждый элемент здесь это матричный элемент от гамильтониана между соответствующими состояниями. Теперь, если есть смешивание, то соответствующий гамильтониан устроен у меня так. У меня будет стоять, ну давайте я сначала выпишу их определение, да, определение они вот такие. М, H, M, M, H, M с чертой, M с чертой, H, M с чертой. Да, вот эта матрица, которая здесь должна стоять, это буквально вот такой она имеет вид, значит, через матричные элементы от теоретико-полевого гамильтониана. Да, вот этот H, который здесь стоит, это теоретико-полевой гамильтониан, а это, собственно, гамильтоновая матрица, которая стоит в уровне Шейнга. Вот, и в общем случае, когда у вас есть смешивание, это какая-то произвольная матрица. Произвольную матрицу я могу разбить ее на эрмитовую, антиэрмитовую часть. И эта произвольная матрица может быть записана вот таким вот образом. Я ее назову H. Давайте без крышки. Пусть H с крышкой, это у меня будет гамильтониан, который тяжестико-полевой. Тут будет поля у меня содержаться и так далее. А H без крышки, это будет тот гамильтониан, который квантомеханический. Вот это у меня квантомеханический уровень Шейнгера, который описывает эволюцию системы КОН и антиКОН с учетом распадов. А вот это не эрмитовость, связанная с тем, что КОНы распадаются, и она сидит вот в этих гаммах. Гамма-1 и гамма-2-2. Соответственно, в общем случае, у вас H, эта матрица, она сумма эрмитовой и антиэрмитовой части. Я запишу это вот в таком виде, где M и гамма-это некоторые матрицы. Которые сами по себе эрмитовы. Значит, соответственно, у меня M, я запишу так, это M1. Ну или давайте я прям все запишу следующим образом. Во-первых, поскольку я сказал, что это у меня эрмитовая и антиэрмитовая часть, то M и гамма сами по себе эрмитовы. M крест равняется M, гамма-крест равняется гамма. Ну и гаммельтониан у меня имеет вот такой вид. Давайте я полностью напишу. M1-1 минус и пополам гамма-1-1. M1-2 минус и пополам гамма-1-2. M2-1 минус и пополам гамма-2-1. M2-2 минус и пополам гамма-2-2. Давайте себя спросим, какими свойствами обладает эта матрица, если мы чего-то от него потребуем. Во-первых, потребуем ЦПТ-симметрии. ЦПТ-симметрия у нас есть. ЦПТ. Что будет, если вы сделаете ЦПТ? После ЦПТ-преобразования матрица должна остаться той же самой, потому что ЦПТ и есть симметрия квантовой теории. Соответственно, если вы сделаете ЦПТ-преобразование, у вас что произойдет? У вас при ЦП-преобразовании M перейдет в M с чертой, а T-преобразование меняет начало и конец. Правильно? Поэтому, когда вы сделаете преобразование ЦПТ, у вас диагональные элементы, тут был M, H, M, они перейдут в M с чертой, H, M с чертой. А здесь этот диагональный элемент наоборот. Он перейдет в M, H, M. А что касается об диагональных элементов, то они перейдут сами в себя. M перейдет в M с чертой, но я еще и должен переставить. Поэтому требование ЦПТ-симметрии, то есть то, что матрица Гамильтонова равняется самой себе после ЦПТ-преобразования, фактически сводится к тому, что у меня M, H, точнее, что у меня вот этот элемент, по сути, должен равняться вот этому элементу. Значит, у меня M1, 1 минусы пополам, гамма 1, 1 равняется, M2, 2 минусы пополам, гамма 2, 2. Ну и поскольку я потребовал эрмитовости от M и гамма, то у меня на диагонали стоят действительные числа, и поэтому это означает, что M1, 1 равняется M2, 2. И я это буду обозначать дальнейшим M. И гамма 1, 1 равняется гамма 2, 2. И я это буду обозначать буквы гамма. Понятно, да, что произошло? Теперь давайте потребуем ЦПТ-преобразования. Представим, что у меня есть ЦП-симметрия, и она истинная симметрия. Пусть ЦП истинная симметрия. То есть симметрия гаммельтняна. При ЦП-преобразовании что происходит? Вы меняете M на M-чертой, но не переставляете. В этом случае какое у вас условие появится? У вас появятся условия следующие. Давайте я перепишу эту матрицу. Смотрите, после того, как я применю ЦПТ, у меня матрица H будет устроена так. M минус и пополам гамма на диагоналях. А вне диагонали тут будет стоять M1, 2 минус и пополам гамма 1, 2. А из-за эрмитовости M и гамма, вот эта часть может быть записана так. Это M1, 2 со звездой минус и пополам гамма 1, 2 со звездой. Это я записал из эрмитовости M и гамма. Теперь пусть ЦП-преобразование истинной симметрии. Что это означает для этих элементов? Диагонали должны быть местами. Что? А вот диагонали... Конечно, они должны просто являться местами. То есть эта матрица должна получать симметричнее. То есть другими словами, если ЦП есть истинная симметрия, то у вас M1, 2 минус и пополам гамма 1, 2 равняется M1, 2 со звездой минус и пополам гамма 1, 2 со звездой. Если вы это распишите через действительные и мнимые части, давайте распишем. M1, 2 это какое-то комплексное число. У нее есть действительная часть и мнимая часть. И у гамма 1, 2 тоже есть действительная часть и мнимая часть. Видно, что если я сюда подставлю действительную часть плюс и на мнимую часть, то действительная часть здесь и действительная часть здесь сократятся. А мнимые части войдут с разными знаками. И то же самое для гамма 1, 2. Действительные части гамма 1, 2 сократятся справа и слева, а мнимые части останутся с разными знаками. Поэтому вот это равенство перейдет в такое. И на мнимую часть M1, 2 на двойку можно умножить. Минус и на и на мнимую часть гамма 1, 2 равняется 0. Это требование, да? Ну и отсюда это эквивалентно тому, что мнимая часть 1, 2, M1, 2 равняется 0, и мнимая часть гамма 1, 2 равняется 0. Таким образом, требование ЦП в симметрии приводит к тому, что гамма 1, 2 и M1, 2 должны быть действительными. Если же они комплексные, то ЦП не является симметрией. ЦП нарушается. Вот, давайте на этом и закончим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok